Японские хокку как жанр традиционной японской поэзии Хокку – жанр традиционной японской поэзии. Маленький философский стих из трех строк без рифмы. В настоящее время этот жанр поэзии носит название хайку. Чтобы понять особенности хокку, необходимо немного познакомиться с его историей. Возникновение хокку тесно связано с другой стихотворной формой японской поэзии – танка. Танка в переводе с японского языка – короткая песня, состоит из пяти строк. Сначала она представляла собой простую короткую народную песню. С течением времени танка выделилась как жанр поэзии. В дальнейшем танка, пятистишия, стала четко делиться на две строфы – трехстишия и двустишия. Случалось, что один поэт слагал первую строфу, второй – последующую. Позднее, в XII веке, появились стихи-цепи, состоящие из чередующихся трехстишей и двустишей. Эта форма получила название «ренга» – буквально «нанизанные строфы». Первое трехстишье и стало называться «хокку» в переводе с японского «начальная строфа». Начальная строфа «хокку» часто бывала лучшей строфой в составе ренги. Начали появляться отдельные сборники образцовых «хокку». Эта форма стала новой популярной разновидностью литературной поэзии XVI века. В XVII веке «хокку» прочно утвердилась в японской поэзии. «Хайку» – это поэзия простого народа, так называемого «третьего сословия». На непревзойденную художественную высоту поднял его великий поэт Японии Масуо Басё. Он и является создателем поэзии «хокку». Стихи «басё» и в настоящее время знает наизусть каждый культурный японец. Современное же название «хайку» было предложено уже в XIX веке поэтом Масао Касики. В классическом «хайку» центральное место занимает образ природы. Он, в свою очередь, обязательно каким-либо образом связан с жизнью человека. Еще одной важной особенностью является то, что в тексте должно быть указание на время года. Для этого используются так называемые сезонные слова. Существуют даже стандартные сезонные слова. Так, например, если автор употребил слова «цветы сливы», «соловей», «паутинка», «цветы вишен и персиков», «жаворонок», «бабочка», «вскапывание поля мотыгой», это указывает на то, что действие происходит весной. Лето обозначается словами «ливень», «кукушка», «высадка рисовой рассады», «цветущая павловния», «пион», «прополка риса», «жара», «прохлада», «полуденный отдых», «полок от москитов», «светлячки» и прочие. На осень указывают слова «луна», «звезды», «роса», «крик цикад», «уборка урожая», «праздник бон», «красные листья клёна», «цветущий кустарник хаги», «хризантемы». Зимние слова — это моросящий дождь, снег, иней, лёд, холод, тёплая одежда на вате, очаг, жаровня, конец года. Хайку пишут только в настоящем времени. Автор записывает свои непосредственные впечатления от только что увиденного или услышанного. Традиционная хайку не имеет названия и не пользуется привычными для западной поэзии выразительными средствами, например, рифмой. Искусный автор хайку умеет в трёх строках описать момент, сказать многое, используя лишь несколько слов, и в то же время дать возможность полёту фантазии читателя. Хайку читают медленно, пытаясь увидеть образ, ощутить мысль, найти то, что прячется за словами. В сборниках хайку каждое стихотворение часто печатается на отдельной странице. Это также служит для того, чтобы читатель мог вдумчиво, не торопясь, проникнуться атмосферой стихотворения. В каждом стихе определенное количество слогов. 5 в первом, 7 во втором и 5 в третьем. Всего 17 слогов. Некоторые хайку со временем стали существовать на правах пословиц. Например, стихотворение поэта Басё. «Слово скажу, леденеют губы, осенний вихрь». Как пословица, оно означает, что осторожность иногда заставляет промолчать. Но всё-таки хокку резко отличается от пословицы по своим жанровым признакам. Это не назидательное изречение, короткая притча или меткая острота, а поэтическая картина, набросанная одним-двумя штрихами. Задача поэта – заразить читателя лирическим волнением, разбудить его воображение, его чувства, побудить читателя задуматься. Хокку сродни искусству живописи. Они нередко писались на сюжеты картин и, в свою очередь, вдохновляли художников. Бывало, что они выступали в виде надписи на картине. Иногда поэты прибегали к способам изображения родственным искусству живописи. Таково, например, трёхстишие поэта Буссона. Цветы сурепки вокруг, на западе гаснет солнце, луна на востоке встаёт. Вот ещё некоторые примеры хайку известных авторов. На голой ветке ворон сидит одиноко, осенний вечер. Не зыблится лёгкая дымка, сон затуманил глаза. Всё глазел на них, сакуры цветы, пока шею не свело. С 1960-х годов жанр хайку получил широкую популярность на Западе, особенно в англоязычных странах. Известный переводчик японской поэзии Татьяна Львовна Соколова-Дилюсина говорила, «В японском трёхстишие собрана вся суть японской культуры». В книге избранных хоку вся природа Японии, исконный уклад её жизни, обычаи и верования, труд и праздники японского народа в их самых характерных живых подробностях. Вот почему хоку любят, знают наизусть и сочиняют до сих пор.